Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Огромное, что вы к нам пришли. И зрители вас сейчас смотрят. Зрители, да. У нас такая сегодня программа. Будем сегодня говорить по теме «Связь с будущим». Что это означает? Понятно, колоссальными темпами идет развитие. Сейчас есть такая информация, что уже внедряется в нашу жизнь сети 4G, 5G. Мне бы сначала хотелось, чтобы вы рассказали вообще об этом. Что это такое? Зачем нам это нужно? То есть есть такая потребность у людей, у общества, у всех, инфраструктур, чтобы вот эти 4G, 5G уже существовали? Елизавета, есть у нас такая потребность. Не так давно у нас с вами были только проводные телефоны. Конечно, помним. В какой-то момент времени у нас, да, дисковые иностранцы так и не понимали, как мы можем набирать номера. Они пытались все время нажимать. Сейчас современные дети тоже видят телефон и пытаются нажимать. Потом появилась связь первого-второго поколения сот, вот так и GSM-телефоны. И вот после 2000-х годов мы вдруг осознали, что мы без связи жить не можем. То есть все время быть в доступности для нас это стало такой вот неотъемлемой частью. Дальше больше. Мы захотели в развитии интернета, мы его получили дома, достаточно хороший. И вдруг мы захотели, чтобы интернет появился у нас с вами в устройствах, и мы могли бы ходить по улице, быть мобильными, перемещаться и тоже получать этот контент на наше устройство. И тут же нам предложили с вами аппарат, да, то есть вышел известнейший человек, показал нам устройство в виде маленького кирпичика, и вдруг все осознали, что а как же мы без этого жили. Но это устройство должно потреблять большое количество контента, поэтому нужны были сети. Поэтому появились сети третьего поколения, то есть первое поколение у нас рассчитано на голос, второе поколение тоже на голос, а вот третьего поколения уже планировалась передача данных. Мы делали какие-то доработки ко второму поколению, но это все равно. И вот для того, чтобы действительно ощутить все прелести мобильного интернета, появилась сеть 4G. Она действительно дает нам возможность... Собственно, которую мы сейчас и используем. Да, мы сейчас ее используем, но проникновение на рынок не такое высокое, на самом деле. Больше используется третье поколение. Не так много аппаратов, на самом деле. У операторов доля проникновения, если мне не изменяет память, около 30% именно четвертого поколения. В больших городах чуть выше, в меньших, в поменьших городах чуть поменьше. Ну, соответственно, процент получается вот такой. Но сейчас это идет огромными темпами. Но и здесь возникли сложности. Не хватает нам пропускной способности 4G. Вроде бы получаем мегабиты, десятки мегабит, иногда и сотни, но не хватает нам. И на смену четвертому поколению идет пятое поколение. Но это даже, наверное, не смена поколения, это смена парадигмы. То есть система 5G — это совершенно другие сети, рассчитанные на совершенно другой трафик. То есть если в сети 4G генератором, трафиком и потребителем является человек, то в сети 5G генератором и потребителем уже могут являться устройства. То есть сейчас на заре вот этого развития интернета у нас есть потребность в том, чтобы устройства сами генерировали трафик, его обрабатывали без нашего участия. То есть получается, что раньше были мы генератором трафика и потребителями, А теперь у нас стали устройства, которые потребляют и генерируют трафик. И вот это дает необходимость того, чтобы у нас скорости были увеличены. Нам тоже нужно это пропускать. Вот здесь и сеть пятого поколения на это и рассчитана. То есть общая пропускная способность вырастает, и вырастает пропускная способность на одного абонента. То есть это уже гигабиты. То есть это на порядок выше, чем в сетях четвертого. Скажите, пожалуйста, вот интересно, в нашей стране вот сейчас идут такие тенденции, такой курс взят. А вот другие страны, кто сейчас лидирует и кто уже использует эти технологии во всем? Ну вот... Кто лидер? Китайцы. Китайцы. Как оказалось, даже американские эксперты признали, что Китай на сегодняшний день является лидером. Две компании в прошлом году на форуме 5G анонсировали свое оборудование. Хотя стандарт сам по себе в его релизе появился только в декабре. Но уже две компании предоставляли комплект оборудования, который позволял бы это развернуть. Американцы догоняют. Здесь, понимаете, в чем сложность и преимущество. То есть кто первый сядет на эту скорость, на эту технологию, он поменяет мир. Кто владеет миром. Владеет. Ну, по большому счету, можно, наверное, и так сказать. Мы продолжаем программу «Наука и технологии» в студии Лизы Калинина. В гостях у меня сегодня директор Департамента развития образовательных программ научно-исследовательского университета МИЭТ Александр Бахтин. Говорим сегодня на тему «Связь с будущим». Затронули тему развития сетей 5G. Александр, такой вопрос обывательский, но он назревает. Я была относительно недавно на выставке Urban Forum, и там как раз вот некоторые операторы показывали вот эти площадки, для чего этот 5G, вот эта сеть 5G нужна, что развивается, например, телемедицина. Что это такое? Это стоит такой робот, который тебя осматривает, а там где-то из Владивостока тебя осматривает врач. Понятно, что для этого, видимо, нужна другая сеть, другая скорость интернета, но это таким простым языком. Вот что еще, для чего вообще это нужно? Почему возникла такая потребность? Ну, увеличение скорости позволяет нам подключать больше абонентов, и каждому из этих абонентов подключить давать большую пропускную способность. Ну, сейчас для чего мы ее используем, да, то есть мы что-то закачиваем к себе, либо что-то в свой компьютер отправляемся, ну и занимаемся в браузерах, то есть ищем какую-то контент-информацию. Это то, что мы сейчас делаем. А дальше предполагается, что мы будем использовать сети 5G в новых областях и подключать то, что раньше мы пока не могли подключать по каким-то различным техническим, ну или каким-то другим причинам. Это телемедицина, про которую вы сказали, да, то есть проект анонсировал президент, да, то есть у нас эта программа идет в развитии. Также у нас впереди различные интейшные вещи, то есть национально-технологические инициативы, вот, которые закладывают рынки, где беспроводная связь становится ключевым. Это беспилотный транспорт, воздушный, наземный, подводный, который тоже в городах присутствует, ему тоже нужны беспроводные каналы связи. Это ЖКХ, да, то есть вот наш пресловутый ЖКХ, который есть, это город, это умный город, урбанистический город, который тоже мы хотим подключать, чтобы получать какой-то... Ну, чтобы ускорить все, весь процесс. Ну, вот, если вернуться к телемедицине, да, то есть почему нужны такие скорости? Вот, наверное, все слышали уже про роботов, которые делают операции. Аппарат только слышали. Да, люди, ну, можно посмотреть, сейчас видео достаточно много, да, но вопрос заключается в том, что кроме пропускной способности еще необходимо выдерживать задержки между командой и тем, что делает робот. Вот это становится ключевым объектом, который нужно исследовать и нужно этого добиться. В сетях четвертого поколения это 15 миллисекунд, в сетях пятого поколения это одна миллисекунда. То есть ты сказал, и он сразу приступает к выполнению задачи. Да, ну, вы представляете, вы даете какой-то жест, а ваш планшет на этот жест реагирует через, там, минуту. Ну, да. Вам это понравится? Нет, да, то есть вот это есть ощущение. Вот для того, чтобы мгновенно происходили действия, нужны еще и пропускные способности, и время доступа получения информации между оператором и человеком в том же самом роботе. Ну, вот по поводу, опять же, телемедицины, если вернуться, да, то есть там очень интересное развитие получается. То есть сейчас датчиков достаточно много. Даже наш сотовый телефон может выступать в качестве аппарата УЗИ. И вы можете находиться дома, проводить свою диагностику, а врач или компьютер с специальным программным обеспечением просто поставит вам диагноз. Такие разработки уже сейчас ведутся, и даже в моем университете есть такие разработки, которые показывают, что в перспективе мы сможем заниматься диагностикой. То есть вы можете все время давать свою диагностику. Следующее, есть разработки, ими тоже все занимаются, что врач может поставить диагноз и ввести вам лекарства. То есть аппарат, который по указанию врача ведет вам лекарства. То есть какую-то часть медицинских услуг мы можем перенести. В домашние условия, по факту. В домашние условия, да. Для города, наверное, как Москва или какого-нибудь миллионника, это, наверное, интересно, чтобы никуда не ходить. Но вот так вот мы живем, да, то есть мы хотим все получить сразу. Но у нас большая сторона. Вот про разработки в вашем университете мы совсем скоро поговорим. Вновь у нас небольшая пауза. Друзья, скоро вернемся к вам. Наука и технологии продолжается. Друзья, в гостях сегодня у страны ФМ заведующая кафедрой телекоммуникационной системы НИУМИЭТ Александр Бахтин. Мы продолжаем говорить на тему связи с будущим. Чем живет сейчас научно-исследовательский университет МИЭТ? Какие программы мы уже затронули так, что вы готовы, развиваетесь, идете в ногу со временем? Вот чем можно похвастаться? Что сейчас разрабатываете? Ну, как университет, мы являемся национальным университетом, вот. И в Рамк-Хейте у нас достаточно много различных проектов, которым идем в науке. Ну вот мы занимаем, я уж похвастаюсь, раз уж я у вас здесь, да, то есть в рейтингах занимаем одни из ведущих позиций, как в отечестве, так и в зарубежном, среди, конечно, российских вузов. Нам еще далеко до английских и американских, но мы очень стремимся туда. Мы единственный вуз в стране по рейтингу количества НИОКов на одного преподавателя и количества средств, выплачиваемых из этих НИОКов. То есть у нас очень богатая история. Мы город электроники, Зеленоград строили, как город электроники. И у нас есть несколько заводов, для многих, наверное, будет откровением, но мы все-таки выпускаем свою электронную технику, мы выпускаем свои микросхемы. Нет, не в институте, в городе, в институте мы разрабатываем, мы готовим разработчиков под электронное оборудование, мы готовим разработчиков по разработке интегральных схем. У меня на кафедре резидизайн-центре есть целые институты у нас в университете, которые этим занимаются профессионально. И наши разработчики работают во всех ведущих компаниях. Если взять любой телефон, разобрать и посмотреть, что написано на чипах, в каждой компании есть наш выпускник. От Хуавея до Моторолы. То есть мы тоже готовим этих специалистов. Готовим специалистов по безопасности, готовим специалистов по прикладной математике. Замечательное направление. И, конечно же, я не могу помнить свое направление телекоммуникации. Мои выпускники работают во многих организациях. Но к науке. Федеральная целевая программа, которая была запущена несколько лет назад, в 2014 году, заканчивается в 2020 году, мы каждый год выигрываем до 10 различных перспективных направлений по науке. Эти направления связаны от... Ну, у нас были разработка космических систем связи, космических радиолиний в рамках компании города Зеленограда. У других кафедр были различные системы для самолетов, различные элементные базы. То есть спектр очень большой. И все эти разработки находятся на передовом уровне мировом. То есть государство поставило такие условия, при которых, если ты не работаешь на мировом уровне, твоя заявка не проходит. То есть работаем в таком ключе. То есть такой режим конкуренции высокий. Очень высокий режим конкуренции в стране. То есть это достаточно серьезное финансирование, и заявки оцениваются серьезно. И сама работа потом оценивается тоже серьезно. То есть это не просто написать какой-то отчет, это действительно приходится разрабатывать. И мы покупаем серьезную оборону. Последнее, то, что мы купили, это вот систему MIMO для 5G, в рамках которой мы разрабатываем... О чем мы говорим сегодня, собственно. Да, конечно. То есть мы смотрим, как это работает. Вот о тех ключевых проблемах, о которых мы с вами говорили, и по скорости, и по доступу, они сейчас анонсированы, но не решены. То есть вот добиться ключевых цифр, которые есть в стандарте, пока еще, ну, по крайней мере, я еще не видел их. Оборудование, да, есть, но мы их не видели. Мы тоже пытаемся в этом работать. У нас тоже есть определенная стабильность и ответственность реклама в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Друзья, задавайте свои вопросы. 909-928-189, Александр, тут телефон разрывается, все хотят узнать о 5G. Скоро продолжим. Друзья, оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Продолжаем, дорогие друзья. Хочу напомнить, в гостях у нас сегодня Александр Бахтин, заведующая кафедрой телекоммуникационной системы «Униумед». Наши контакты 909-928-189, очень много сообщений пришло, я их озвучу чуть попозже. А также телефон прямого эфира 495-276-089, Ирина нам дозвонилась в эфир. Да, пожалуйста, надевайте наушники. Ирина, добрый день. Ваш вопрос. Здравствуйте. Вот я бы хотела спросить, ну вообще разработка любой сложной системы, она достаточно дорогостоящая. У меня вопрос, откуда МИЭД вообще берет деньги в разработке. Как это финансируется? Спасибо. Откуда деньги, Александр? Спасибо, Ирина, за вопрос. Деньги от государства и от коммерческих компаний. Вот. Понятно, что стоит это очень дорого. Американцы анонсировали сотни миллиардов долларов на разработку и развертывание 5G по своей стране. Это долгосрочная программа. Вот. У нас в стране на сегодняшний день тоже анонсированы различные программы по развертыванию 5G, да, но вот не анонсированы программы по ее разработке. Мы пытаемся в рамках своих научных исследований и прикладных задач решать эти вещи. Есть разные возможности реализации. Есть несколько компаний в мире, которые разрабатывают только программное обеспечение по стандартам 2G, 3G, 4G и 5G. И сейчас это можно купить. И это не требует серьезных разработок в области программно-аппаратного обеспечения, особенно микросхем и элементной базы, которые у нас, к сожалению, по 5G на сегодняшний день еще нет. Ее нет во всем мире, да, то есть это передовые технологии, и весь мир пытается это сейчас делать. Только несколько компаний выпускают данные чипы. И когда появятся телефоны с 5G, тоже непонятно. Так вот, для того, чтобы разработать, мы предлагаем поучаствовать вместе с нами в разработке базовой станции, в написании программного обеспечения. Аппаратная часть у нас есть, мы купили ее в рамках федеральной целевой программы. Ну понятно. Вот у нас такие еще вопросы более бытовые приходят. Просит от вас совет, какие сейчас вообще телефоны поддерживают системы 5G, то есть что брать, чтобы в будущем не быть профаном? Вот прям много таких вопросов, вот посоветуйте, посоветуйте. Ну вообще, какие телефоны поддерживают новые системы 5G? Ну, я здесь не могу сказать, то есть я в магазине не видел таких телефонов. Пока их нет. Их нет, и в ближайшее время они не появятся, потому что для того, чтобы они появились, нужно, чтобы сети были развернуты. Но это будет так же, как с технологией 4G. Если мы вспомним, да, то сначала на рынке появились некие устройства, модемы, которые мы подключали в компьютер. Потом стали появляться телефонные. Сначала очень дорогие брендовые модели, где стояло LTE, и можно было этим пользоваться. Я думаю, что развитие по 5G пойдет этим же путем. Сначала появится устройство, которое мы сможем стоять в ноутбуке, а потом уже, когда корпорации разработают микросхемы, которым будут помещаться в телефон и будет энергетика, мы с вами получим аппараты. Но я думаю, что не ранее, чем будут анонсированы сами базовые станции ведущими производителями. Но здесь же, я так предполагаю, еще будет определенная конкуренция у тех операторов сотовых, к клиентам, к которым мы относимся правильно. Тут же тоже будет важно качество интернета, скорость. У кого хватит сил, средств развернуть систему 5G, потому что... Хватки, чтобы победить в этой борьбе нелегкой. Ну, борьба нелегкая, да, четыре оператора. Им придется конкурировать друг с другом. На сегодняшний день у нас только мегафон развернул в Москве. Ну, к Олимпиаде, к чемпионату мира. Ну да, они сейчас, вот последний проект, который они анонсировали, это они подключили поликлинику и по 5G проводят диагностику удаленную. И в Казани развернули тестовую зону по 5G. Это пока все, что есть. Тестировалась технология в разных странах мира, где-то развернуты тестовые зоны, где проходит тестирование. Но до того, как нам обещают вот эти вот огромные скорости, гигабитные на каждого абонента, конечно, нужно еще подождать. Александр, еще такой вопрос. Очень много сейчас звучит и говорят о такой тенденции, как умный город, вот появляется такая вся система, умный город. Вот что это такое? Расскажите нам, пожалуйста, просто о сложном. Как это поможет нам, обычным жителям Москвы, и не только нашей огромной родины, страны, ФМ. Вот это программа умный город. Да, в рамках данных программ многие города мира по ней идут. То есть все хотят управлять городом в режиме реального времени. Собирать информацию, управлять этой информацией, получать какие-то результаты, анализировать и предвидеть какие-то события. И здесь у нас возникает, что в городе мы должны подключить транспорт, в городе мы должны подключить ЖКХ, то есть водоснабжение, управление отходами, экология, метеорология. То есть все, чем живет город, мы должны будем подключить. Это будет огромное количество датчиков, которые нужно будет подключать и в режиме реального времени собирать. Огромные объемы данных, которые будут поступать в сеть, даже мы их можем передать, даже где-то можем их попытаться складировать. Аплодировать, но возникает вопрос, что с ними делать. И тут как раз приходят новые технологии. Облачные вычисления, большие данные, большие данные, обработка данных. Ведь представляете, сколько с Москвы может собираться информация? Нужно ли нам ее хранить? На этот вопрос тоже надо отвечать. А может нам стоит обрабатывать информацию в режиме реального времени? Тогда Big Data приобретает немножко другой подход. Мы не храним, не обрабатываем, а мы на лету должны обрабатывать. Это другие алгоритмы, это другие сервисы, это совершенно по-другому построенные ПО. И на основании этого анализа мы с вами можем принимать решение. Но если мы знаем простая проблема, пробки, соседняя улица пустая, эта улица у нас загружена. Мы знаем, что она загружена, но у нас нет возможности перенаправить людей на соседнюю улицу. Не поставим каждого постового, который будет нас перенаправлять, или на телефон тоже смс-шку не пришлем, что надо ехать вправо или влево. ЖКХ, да, это водоснабжение, это отопление, это электроэнергия. То есть все это мы можем тоже экономить, используя датчики, понимая, как они работают. То есть проанализировав всю информацию, дайте какой-то ответ людям. Помните, в прошлом году у нас отопление включили в мае, да, опять, потому что было холодно. А сейчас у нас жарко. И вот это тоже можно регулировать, потому что даже несколько часов дают огромную прибыль. Ну вот представляете, котел разогреть воду там до 120 градусов, сколько потребуется энергии. Если мы будем знать, что погода будет в той или иной мере, да, то есть мы можем это регулировать. То есть возникает возможность управлять всеми потоками. Да. Мы вновь прервемся. Друзья, у нас музыкальная пауза и продолжим. Оставайтесь с нами. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Финальный выход, друзья. У нас сегодня замечательный гость Александр Бахтин, наш эксперт, директор департамента развития образовательных программ «Неумеет». Быстренько так, коротко. Александр, что еще нам ждать? Чем жить? Вот сейчас мы с вами даже вне эфира поговорили, что развиваются вот эти очки дополненной реальности. И телемедицина, и все. Вот что еще сейчас будет набирать обороты и будет входить вот так в жизнь простых людей? Все это и будет входить. То есть мы получим с вами возможность передавать данные в режиме реального времени о состоянии нашей квартиры, о состоянии нашего автомобиля. Уже приведены исследования, и на треках было показано, что автомобили можно управлять на скорости 200 в режиме реального времени с использованием технологии 5G. То есть стоит камера, а водитель управляет автомобилем человек, который сидит вне автомобиля. И на треке этим управляет замечательный ролик, то есть в режиме реального времени. То есть все ключевые технологии соблюдены. Виртуальная реальность, дополненная реальность. Сейчас VR-очки войдут в моду, в смартфон и все остальное. И мы с вами получим то, что фантасты уже давно описали. То есть не реальный мир, а дополненный, либо полностью виртуальный. Хочу в пустыню. Хочу в пустыню, да. И вот у вас, вы смотрите вправо-влево, вот у вас есть тропинка. Какая-то тропинка соответствует той дороге, по которой вы идете, вы видите людей. Но как бы визуально видите, что находитесь в пустыне. И все эти системы требуют большой пропускной способности. Автомобили, беспилотный транспорт, воздушный, наземный, водный, подводный. Все он тоже требует пропускной способности. Нам сейчас все рассказывают о том, что автомобили будут сами ездить по улицам, но контроль за ними никто не собирается отдавать. То есть, значит, в какой-то момент времени кто-то должен будет перехватить управление в случае какой-то серьезной ситуации, либо вывезти этот автомобиль откуда-то. А это, опять же, каналы связи, дроны. Ну, на мой взгляд, отдавать дронам, чтобы они летали, исходя только из своего внутреннего алгоритма, но это неправильно. На мой взгляд, что должны быть какие-то центры, где входит информация, где ими могут управлять, и дальше нести какую-то ответственность за то, что дроны так или иначе летают. У нас самолеты до сих пор, общаются с диспетчером, и он им указывает, как и где летать. А мы хотим огромному количеству беспилотного транспорта предоставить возможность двигаться так, как он сам решил. Но это не совсем неправильно. А то есть, сколько людей нужно переобучать, получать новые знания, которые обновляются со скоростью, невероятные. То есть, поступайте к вам в университет. Да, поступать на университет вообще по поводу образования, которое сейчас должно проходить всю жизнь, можно говорить до бесконечности долго. То есть, я как заведующий кафедрой, это вопросы одни из самых моих главных и важных. А сильно же меняется программа, которая была 10 лет назад и сейчас? Она сильно меняется, какая была в прошлом году и в этом году. Даже так идет разговор. Потому что, да, ключевые какие-то, есть такое слово, компетенция у нас в образовании, мы выдаем, но информация все время быстро меняется. Могу назвать простой пример. Все рассказывают о блокчейне. Блокчейн, блокчейн, блокчейн. В наших университетах его преподают. Но его преподают как отдельный элемент этого блокчейна, то есть, чего он построит. И когда студентам, вот у меня был курс, мы приглашали специалистов, которые занимались блокчейном, когда они стали рассказывать, что такое блокчейн, наши ребята стали задавать вопросы, потому что они понимают, как он теперь построит. Потому что эти технологии мы им преподаем. Сама по себе технология блокчейна, она понятна, но она собирает в себя другие, те, которые были до этого. И так можно рассказать про многие технологии, которые сейчас присутствуют на рынке. Да, поступайте, приходите. Нет, я к тому, что ты сказала, что видите, какая скорость, что переобучаться, повышать квалификацию, скоро будут люди совсем, ну, в любом возрасте. Не вот эта вот программа, в 17 лет окончил школу, поступил, а то есть, даже люди, которые в профессии, инженеры и не только, вынуждены будут постоянно обучаться. Да, сейчас достаточно много технологий, электронное обучение, онлайн-курсы, действительно серьезные курсы, которые выкладывают в западных вузах. Мы выкладываем свои курсы, то есть, они позволяют преподавателю все время держаться на острие. То есть, чтение научных статей, проведение научных исследований позволяет нам, как преподавателям, находиться и выдавать ту информацию, которая была бы интересна студентам и позволяла бы им дальше развиваться. Вот, то есть, да, мы готовы, мы это делаем. Скажите, вот вы привели в пример, когда мы говорили про 5G Китай, что они сейчас все-таки лидеры в этом направлении, да? Но, я так понимаю, вот эта гонка, она, ну, такая прям, ноздря в ноздрю идет. Да, с европейцами, с американцами, да. То есть, сейчас, как Россия, что вот сейчас, у нас какие позиции в этом вопросе? Ну, у нас очень хорошие позиции. Мы оборудование, конечно, 5G не производим, но производим достаточно много другого телекоммуникационного оборудования. У нас есть небольшие компании, которые поставляют на внутреннем рынке это оборудование. Но также есть компании, которые поставляют и на внешние рынки это оборудование. И их покупают ведущие операторы за границей. У нас нет таких компаний, наверное, как Huawei, либо какая-нибудь Apple. Да, в России таких компаний есть. Нет. Но есть большое количество разных фирм, которые могут вырасти в такие компании. И у этих фирм достаточно серьезная амбиция. Как они будут строить свой бизнес, чтобы завоевать этот рынок. И выдержать эту конкурентную гонку сейчас, да, международную. Вот это уже их стратегия развития. Мы, как университет, можем им в этом помогать. То есть наши компетенции в решении сложных, но в технических программах. Кадры мы всегда предоставляем. Это образовательная часть. Мы выпускаем достаточно много студентов, очень хорошие квалификации. Это можно посмотреть там, где работают наши ребята после окончания университета. Спасибо вам большое. Желаем вам успехов. Впереди у вас такой сложный учебный год. Вот-вот уже остается несколько недель и вновь вам в путь дорогу. Спасибо огромное, что пришли к нам, друзья. Хочу напомнить, в гостях у нас сегодня был заведующий кафедрой телекоммуникационной системы НЕУМЕД, директор департамента развития образовательных программ Александр Бахтин. Мы сегодня говорили о программе «Связь в будущем». Так что, друзья, 5G, «Селемедицина», «Умный город», «Беспилотники» — это все наши будущие друзья, я так понимаю, которые прочно и плотно достаточно войдут в нашу жизнь. Так что приходится обучаться, узнавать. Спасибо вам большое. Спасибо.